Здравствуйте, меня зовут Осипов Роман и это канал русскоязычной поддержки системы WoW Mathematica. Сейчас я расскажу вам о том, как решить некоторое уравнение и отобразить его корни графически. Давайте зададим некоторую функцию f от x, скажем, пусть это будет пленом третьей степени, вида x³ плюс 3x² плюс x минус 1. Теперь с помощью встроенной функции Sol найдем решение этого уравнения f от x равно 0. Как видите, мы получили список из трех правил замены. Каждое правило замены представляет собой подстановку вместо переменной x в уравнении f от x равно 0 такого значения x, что это равенство превращается в верное тождество. Нам нужно перевести эти правила замены в список координат точек, которые мы в последующем будем отображать на графике функции f от x. Для этого воспользуемся следующей конструкцией. Как видите, теперь эти правила замены преобразовались координаты точек. Зададим символ points и присвоим ему значение этого списка. И скроем его для того, чтобы он не выводился в дальнейшем на экран. Теперь построим график функции f от x на интервале, например, от минус трех до единицы. Как видите, мы сейчас уже можем видеть эти точки, которые являются решениями уравнения f от x равно нулю. Давайте поставим в них конкретные точечки, чтобы видеть их. Это можно сделать с помощью опции epilogue и функции point, аргументом, который является список из координат точек. Теперь, как видите, мы получили три точечки черные, но пока что они, к сожалению, незаметны на этом графике. Давайте их сделаем красными и теперь увеличим немного их размер с помощью функции point size, чтобы они были более заметны. Теперь попробуем визуализировать то, как изменяются корни уравнения f от x равно нулю, в том случае, если у нас в этом уравнении есть некий параметр. Давайте добавим этот параметр в саму функцию. Пусть у нас изменяется свободный член. Соответственно, мы изменили задание функции f от x и изменим его всюду. Далее. Теперь. Все, что идет после определения функции f от x, поместим в тело функции manipulate, которая служит для построения всевозможных динамических объектов в системе мохметика. Пусть параметр a меняется от 0 до 1, при этом свободный член, как видно, отсюда будет меняться от 0 до минус 1. И попробуем построить это. Как видите, мохметика выдала нам динамический манипулятор, который позволяет изменять значение параметра a и видеть то, как меняются корни данного уравнения. Однако, вы можете видеть, что диапазон построения постоянно изменяется. Давайте его зафиксируем. Сделать это можно с помощью функции plot range. Присвоим ему значение, например, 4. И теперь, при изменении этого параметра, как видите, диапазон построения не меняется и мы можем видеть то, как меняется сама функция f от x и как меняются корни. В том случае, если мы хотим помимо того, что увидеть графическое представление этих корней, еще сами значения их, мы можем очень просто поместить функцию plot внутрь списка и первым его элементом сделать как раз символ points, который представляет координаты наших точек. Теперь, при изменении параметра, мы будем видеть с вами координаты этих точек. Но, естественно, нам нужны только абсциссы их, поэтому давайте их извлечем с помощью очень простой конструкции. Теперь мы с вами получили список из трех координат точек. И чтобы сделать это представление более красивым, можем поместить этот спиток внутрь функции table form. И теперь мы с вами видим координаты трех точек и график чуть ниже. Так как функция table form по умолчанию разбивает соответствующие входящие в нее списки на колоночки и строки, то вы видите, что у нас образовалась колонка из числа и графика чуть ниже, и еще двух столбцов, которые являются другими корнями. Для того, чтобы этого сближать, мы можем, например, точки просто поместить внутрь одного списка. И теперь мы с вами будем видеть три корня, которые мы с вами получаем, и чуть ниже график. На данный момент график достаточно маленький, но увеличить его размер можно с помощью опции image size. Например, сделаем его размером в 500 пикселей. Теперь мы с вами получили большой график и чуть выше него мы видим то, как изменяются корни в зависимости от параметра A. Также вы можете открыть контроллеры данного манипулятора и запустить, например, автоматическое изменение без того, чтобы двигать самостоятельно и создать таким образом некоторую анимацию. Вы можете увеличить скорость изменения параметра, уменьшить его. Можете также контролировать то, как он меняется. Он будет увеличиваться, уменьшаться или будет сначала увеличиваться, а потом возвращаться в свое исходное положение, как вы сейчас можете видеть. И так далее. 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 Продолжение следует...